Добрый вечер, я Максим Путинцев, и на стенде сегодня Лариса Крапивина, командор знаменитого отряда «Каравелла» и член общественной палаты Свердловской области. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер. Как «Каравелла» ваши подопечные отметят День России в эту среду? Мы встречаемся с вами накануне праздника. У нас ребята будут в двух точках города находиться. Так всегда под парусами? Да, одна основная и главная для нас, это, конечно, Верхъесецкое водохранилище, потому что в этот день открывается, стартует регата «Паруса России», и все их смены, или кто так или иначе имеет отношение к воде, к яхтингу, к парусному спорту, от Калининграда до Владивостока поднимают паруса и в этот день выходят на воду. Кто-то проводит регаты, кто-то просто путешествия, кто-то там различные какие-то дефиле, например, в Севастополе всегда делают, я это точно знаю. Это такой кросс-нации или лыжня России для тех, кто занимается парусным спортом? Да, для их сменов. Это такой своеобразный тоже праздник. Но все под флагами Российской Федерации, потому что в день праздника, конечно же, будет много людей, гуляющих, наблюдающих за всеми этими массовыми соревнованиями. И в этом году с погодой вроде бы их сменам должно повезти. Мы очень надеемся, потому что ветер обещают хороший. Нам-то главное ветер, а все остальное не важно. Дождик, солнце, это уже вторично. Хорошо, это первая часть, это на воде, а будет и на суше. А еще одна точка у нас, это марш гражданских активистов. Как всегда, уже на протяжении нескольких лет мы ежегодно в нем участвуем. Департамент внутренней политики вместе с общественной палатой организуют. Это большое такое массовое событие в самом центре города. И к историческому скверу сойдутся три дороги. То есть пойдут у нас и общественные организации, различные многонациональные, и те ребята, которые занимаются в гражданско-патриотических разных каких-то отрядах. И каравеллы тоже. И каравельцы тоже, да, в том числе. И пойдут еще ребята студенческие отряды. То есть там тоже очень большое такое массовое движение. Из разных точек будут выдвигаться и сойдутся где-то в одну. Да, будут в историческом сквере. И там, как мне сказали, будет большой праздник хоров. Но это уже тоже ведь традиция, по-моему, на 12 июня. Несколько лет, да, уже в городе это все идет. Ну, такие серьезные планы. Интересные мероприятия. И есть возможность, опять же, горожанам погулять, порадоваться. Для каравеллы, ну, как мне представляется, каждое лето, такой традиционно горячий период, чем с детьми будете заниматься? Тем более, мы же в уме одержим, что 2 июля, ну, макушка лета практически, да, это день рождения каравеллы. В этом году у нас тоже юбилей. У нас 50-я навигация. С 1969 года мы каждый год на воде начинали с маленьких, таких неуклюжих лодочек, с плотов из надувных шин, с парусом из шкуры затемнения. А сейчас у нас 36 яхт и катеров. И, в общем-то, когда идет флотилия каравелла, все от берега до берега просто у нас гудит. И много очень ребят принимает участие. И отбоя нет. Я могу вам сказать, что вот в преддверии лета у меня телефон просто разрывался, потому что все стремились попасть, но вот мы записываем осенью для всех информация. А навигация когда? А навигация уже началась. Вот она 4 июня у нас уже стартовала. То есть нет какой-то конкретной даты, это вот протяженные по времени мероприятия. 4 июня началась летняя парусная практика, и до 10 июля вот каждый день, все время идут у нас соревнования, отборочные тренировки и так далее. Постоянно. Часто слышим, дети нынче не те, вот им бы где-нибудь в виртуальности посидеть, в компьютере или за своим смартфоном, или еще что-нибудь в этом роде, им не фехтовать, не ходить под парусом уже сейчас неинтересно. Вы подтвердите или вы опровергнете такое отношение? Я опровергну. Потому что, как показывает основной состав отряда «Каравелл», дети в своей сути, они не меняются. Они также такие же любознательные, такие же жизнерадостные, такие же миролюбивые на самом деле. Но многие взрослые портят у нас детей, в том числе и некоторые методы нашей современной системы образования. Я хотел уточнить, в школах или в семьях? Вы знаете, и в школах, и в семьях хватает проблем. И мир наш в современной жизни, он, конечно, настолько стремится их туда, в это виртуальное пространство перевести, чтобы они просто сидели за этими смартфонами, не бегали, ничего не делали, ни к чему не стремились. Пойти во двор погулять со сверстниками, сейчас это экзотика, Лариса. Сейчас это норма в тех дворах, где есть обустроенные для детей нормальные, хорошие площадки. Я могу сказать, что вот у меня прямо под окнами площадка, на которой мы однажды насчитали, там было почти 100 человек, детей. А, предложение формирует спрос. Если есть футбольное поле, если есть теннисный корт, если есть баскетбольные площадки, если есть песочница, в которой сидят малыши, а рядом мамы с колясками на скамеечках отдыхают, и если есть бабушки и дедушки, бабушки, которые сидят что-то с удачей, а дедушки, которые играют в домино или в шахматы, я вам гарантирую, что такой двор, он никуда не делся, и он у нас остался. Сколько направлений у современной каравеллы, который, кстати, поясним для зрителей, совсем скоро юбилей, через два года ей исполняется 60 лет. Я же правильно говорю? Да, каравеллы 60, а вот навигация 50. Да, каравелла начиналась с четырех направлений, по-моему. Это фехтование, это как раз яхты. Самое первое было журналистика. Журналистика была, точно. Дальше фехтование, киностудия. История флота. История флота появилась позже. Да, это как раз уже все после 68-го года. Еще было такое направление, оно называлось «зеленый патруль». То есть такое экологическое, защита леса. Предвосхитили. По сути, да. Защита леса вот той территории, где располагался отряд на Уктусе. И ребята распределялись на такие патрули, ходили, инструктировали жителей о том, как разводить костры правильно, как убирать за собой мусор, как вообще следить за природой. Ну вот это было очень давно. Сейчас стало больше, и в рамках каждого направления у нас есть еще такие подпрограммы. Например, если мы говорим про журналистику, мы же не только выпускаем стенгазету. Хотя стенгазета продолжает выпускаться. Какая стенгазета, сейчас все в интернете. А я вам говорю, что самое интересное, это вот как раз вот тот прямой тактильный контакт, когда человек берет лист бумаги и вручную все это верстает. Не в железном ящике. В железном ящике он научится. Ты программку одну загрузи, и все у тебя несложно. Все будет хорошо. А вот когда у тебя образное мышление развивается, когда ты смотришь в пространство этого листа и понимаешь, где у тебя должна дышать, где у тебя должна быть иллюстрация, где у тебя должен быть текст, как оформить заголовок. Это очень-очень важно на самом деле для современных детей. Плюс к стенгазете, продолжая направление, есть внешние СМИ, есть социальные группы, в социальных сетях есть группы. Вконтакте, Фейсбук и так далее. Вконтакте, Инстаграм, плюс к этому есть свой собственный сайт, через который мы тоже регулярно публикации. Видите, сколько даже обучающих направлений. Это еще не касаясь ни киностудии, ни яхтинга, ни театрального. То есть каравелла такая, она всегда современная. Да, 60 лет скоро, но тем не менее это всегда современно, всегда актуально. Завершая ту тему, с которой мы начали, Ларис, ваше мнение, как правильно праздновать День России, фактически главный государственный праздник нашей страны, нужно, чтобы это было живо и искренне. Мне кажется, для детей это особенно важно, потому что они же фальшь чувствуют, а у нас иногда бывает перебор, вот как раз в эту сторону, какой-то казенщины, искренности мало. Вы знаете, как я вижу по нашим, по крайней мере, всем публичным построениям, во-первых, короткие речи, во-вторых, не по бумажке, а от души, чтобы вот это слово, оно лилось из тебя, если ты действительно это хочешь сказать, и если ты сам искренний, честный и не фальшивишь, то это люди сразу чувствуют, и не важно, сколько им лет, маленькие они или большие. И еще, если будут какие-то соревновательные моменты, если будут присутствовать, как вот я прочитала, например, в программе, что большая будет очень интересная программа у нас в парке Маяковского, когда там будут кормить, это всегда очень нравится людям. Там не солдатская каша, там будет национальная кухня, да, и представители разных народов, они приготовят и будут угощать. Ну опять же, что под души главное, а не для галочки. Не могу не спросить вас о самой горячей теме последних недель, конфликте вокруг сквера у драмтеатра, или, если хотите, храма Святой Екатерины. Вы приходили на встречу в мэрию к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому в составе сторонников храма, и тогда, если я ничего не путаю, высказывались за стройку в сквере. То есть на том месте, где храм планировалось поставить, что вызвало конфликт. Ваше мнение с тех пор поменялось? Ваша позиция изменилась? Нет, мое мнение вообще не поменялось. Я не высказывала за стройку в сквере. Значит, другие участники этой сферы активно говорят. Я высказывалась и высказываюсь, и я с этой позиции не схожу. Я высказываюсь за строительство этого храма в центре города. То есть, а, храм должен быть, б, в центре. Первое, да, я за храм. И я считаю, что, исходя из исторической справедливости, храм Святой Екатерины, главный храм этого города, понимаете, первый храм этого города, он должен стоять в центре. На площади труда. Там, где сейчас фонтан. Вот где его историческое место, и где юридически, на самом деле, собственно говоря, и находится его основание, его фундамент. Да, да, это очень трудно. Ларис, а, возвращаемся к конфликту десятого года. Мы как раз пытаемся от конфликта уйти сейчас. И б, тот храм, он не был кафедральным, он был маленьким. Он не был кафедральным. А РПЦ хочет большой храм. Смотрите, он не был кафедральным, он был небольшим. Ну, как он был небольшим? Для своего города. Ну, хорошо, относительно. Для города того времени. Меньше того, что хотят построить. Он был достаточно большим. Если разговор идет о моей позиции, то, что вы спросили, я ее излагала и излагаю вам. Я говорю, первое, в его историческом облике. И на том историческом месте, на котором он стоял. Почему? Потому что это наше... Мы наследники и тех людей, которые взрывали, и тех людей, которые строили. И если мы хотим, ну уж так получается, отвечать за деяния тех, которые взрывали, и извиниться перед теми, которые строили, тогда надо все-таки воссоздавать в том историческом виде, в каком это было. Да, это будет новодел. Да, это будет уже не из тех... Это будет копия. Камней, да, это будет копия. Но, по крайней мере, это будет понятная всем копия. И люди, которые будут приходить на это место, понимаете, они будут понимать, вот этот храм здесь, в этом городе, и называется он храм Святой Екатерины. Мне понятно, почему он там стоит. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде была Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла» и член общественной палаты Свердловской области. До свидания и удачи.